Ассаламу алейкум, это Спорттайм. Зимние каникулы позади и мы уже полностью поглощены работы. Начался и новый спортивный сезон. Многие атлеты уже начали свои выступления, а кто-то в разгаре подготовки. Как, например, футболисты Грозенского Ахмата. На неделе подопечные Рашида Рахимова прибыли в турецкий Белек, где команда по традиции сначала прошла медицинское обследование и сразу же приступила к тренировочному процессу. В составе Грозенцев уже есть изменения. Команду покинули Идриса Думбия, подписавший долгосрочный контракт с Лиссабонским спортингом Заурбек Плиев, а также Аюб Бацуев, который этот сезон завершит в Чайке на правах аренды. Есть и первый новичок, польский хавбек Дамьян Шиманский. Он заключил с нашим клубом соглашение, рассчитанное на 4 года. Что касается отдыха, на самом деле, наверное, у тренера нет отдыха, как у футболистов, потому что очень много вопросов нужно решать. Поэтому говорить о полноценном отпуске я бы не стал. Пока чувствуется, что тяжело втягиваться, но споры для того и проводятся, чтобы, наверное, хорошо нагрузить команду. Хочется усилить, и, естественно, в этом направлении ведется работа, но сегодня, на сегодняшний день, к сожалению, у нас пока, можно сказать, больше потерь, чем пришедших игроков у нас пришел только Шиманский, а покинули клуб Плиев, перешел в спортинг Думбия и, к сожалению, с травмой Гащенков, которые, наверное, в ближайшее время нам пока не помогут. Это та позиция, которая тоже нам нужна. Нам нужен игрок, который умеет вести игру, который обладает неплохим пасом, пониманием игры. Игрок сборной Польши. Я надеюсь, что он адаптируется быстро и сможет нам помочь. Планируем сыграть два матча на этом сборе. Дадим все-таки сыграть большинству футболистов по 45 минут. Большой праздник смешанных единоборств ожидает всех ценителей ММА ровно через неделю. Под сводами спортхола Колизей состоится первый исторический турнир после объединения двух крупных организаций WFCA и ACB. Напомним, новый промоушен называется ACA и этот турнир пройдет под номером 91. В карте заявлено множество интересных противостояний, но, пожалуй, одно из самых интересных – это поединок между двумя яркими файтерами – Байсангуром Вахитовым и Алексеем Ефремовым. Оба бойца у нас сегодня в студии и готовы ответить на наши вопросы. Ну что ж, Алексей Байсангур, спасибо, что приняли наше приглашение. И первый такой традиционный вопрос. Как прошла, наверное, уже основная часть подготовки? Насколько вы уже готовы к этому противостоянию? Ну, по старшинству, Алексей, тебе первое слово дадим. Ну, подготовка уже прошла. Сейчас заключительный этап – это сгонка веса. Ну, как бы, осталось буквально совсем чуть-чуть, 10 дней нам осталось. Это сейчас самое, мне кажется, это один из самых тяжелых моментов подготовки. Это где-то середина, когда нагрузки идут, и вот концовка – это вес. Ну, в этот раз я решил заранее чуть подсогнать. Обычно я по-другому подходил к этому делу. У меня буквально все последние 3-4 дня происходило. Сейчас я решил, ну, как бы, более плавнее это сделать. Готовался хорошо, чувствую себя тоже хорошо. Если не секрет, сколько осталось гонять? Ну, где-то 6-7 килограмм, 7 где-то. Ну, как вот Байсангур нам тоже сказал, 6 килограмм осталось. Байсангур, скажи, ты как готовился, где готовился? Ну, я полностью лагерь провел дома, себя в Беркуте дома. Работал, естественно, под соперника. Ну, понятно, вот там сейчас не будете какие-то секреты раскрывать, но тем не менее, все вас знают уже, да? Как бы, да, мы тоже друг друга знаем. Естественно, тренера следили друг за другом. Это, как бы, было бы неразумно, если не так. Я просто готовился на Сверида, Игоря Сверида. Мне на август его предложили, там загвоздка была, короче, из-за этого. Я думаю, Алексей с ним схожий, я ничего не поменял, короче. Они тоже боксеры, ударники, и по той же системе продолжил. Сейчас самый, можно сказать, важный момент, даже важнее, чем будет сейчас правильно подойти именно в эту часть веса гонки. У меня осталось на утро где-то, ну, 6 с чем-то вот так, килограмм. Думаю, нормально будет. Ну, примерно одинаково вы идете. Алексей, вот расскажи, где ты готовился? Мы помним, что перед боем с Нодаром Кудахашвили у тебя подготовка проходила в Швеции, в лагере Густавсена. Где сейчас тренировался? Сейчас первый этап я сделал в Москве. Ну, у меня там были различные залы. Ну, там тоже достаточно неплохие спарринг-партнеры были. Там высокий уровень борцов. И где-то порядка трех залов я посещал. Там индивидуальную работу делал, боксерскую работу, борцовскую работу. Но заключительный этап уже на 3-4 недели я приехал. Вот тоже Грозный здесь закончил. Есть такое мнение, когда встречаются два высококлассных борца, они пытаются именно стойкий поединок провести. Вы два высококлассных ударника. Вы будете бороться и лепить. Я бы не сказал. Ударником здесь является он, я как бы по базе борец. Ну, я все-таки понимаю, я прекрасно понимаю, что мне люди говорили, как бы Алексей Ударник, я прекрасно понимаю, любой ударник уже, как бы у нас есть школы, чтобы его адаптировать в борьбу, под защиту. И просто бороться не получится. Все равно бой покажет. Я думаю, я думаю, все равно большая часть ударной будет. Это не секрет, это все понимают уже. Просто как бы сейчас, когда, я не думаю, что сейчас, как раньше, просто борец один проход сделал, и они там будут валяться. Этого не бывает сейчас. Ударники классно встают, и борцы тоже классно рубятся на руках. Я бы так сказал. Алексей, два года назад, уже два с лишним года назад, в поединке с Саламом, у тебя были, ну, прослеживая эти проблемы с борьбой. Насколько сейчас, как вот по твоим ощущениям, ты прибавил в этом аспекте сам? Нет, ну, поскольку у меня это место такое по базе ударника, это слабое мое место было. Единственное, я подтягивал, делал на этом аспекте, понимая, что в эту точку будут давить, да, там, возле сетки, проходы. Естественно, да. Я бы был базовым борцом, я бы тоже на базового ударника тоже, как бы, там, концовку забрать, прижать. Естественно, я бы готовился на это. Но я работал, вставал, и здесь работаю, стою на вольную. Занимаемся, поэтому я думаю, что этот аспект у меня, ну, с каждым боем я все выше, 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 потихонечку набираю. Ну, вот у тебя была такая серия, скажем так, череда победы, поражения, такая не самая приятная серия, и вот, наконец-то, ты сейчас снова вышел на победную тропу, победив Кудахашвили. Сейчас, насколько актуально говорить о притязаниях твоих на пояс? Как ты думаешь? Не, ну, плохо тот солдат, который не хочет стать генералом. Естественно, и Дейбай Сангур, и я, мы все хотим пояс. Никто просто так не хочет драться просто так. Естественно, каждый из нас выстраивает свою перспективу этапы, смотрит дорожку к поясу. Поэтому я, естественно, хочу быть за полюсом. Из-за интриги, которые сейчас стоят, из-за интересов у людей, этот бой нормально хайпанет нас, любого из наших победителей. Если состояние нормально будет, я думаю, зададим нормальный бой. И как бы это уже даст, даст как бы, именно этот бой, как бы он не завершился, победителю, я думаю, даст, это развяжет язык на полную, заговорить о поясе, я думаю, я так считаю. В Ахмаде я смотрел, Алексей являлся вторым номером. Ну, в Беркуте я десятым номером являюсь. Как бы у нас там тоже были ребята хорошие. Ну, я думаю, этот бой покажет, насколько мы достойны, как бы претендовать на пояс. Алексей, естественно, за вакант набился, да? Да, да. Да, в финале Гран-при выступал за вакант. Ну, а вот мы сейчас сказали о последних, да, поединках Алексея, затронула у тебя, последний поединок оказался неудачным, ты потерпел первое поражение в карьере. Сейчас психологически тебе проще или наоборот? Я даже не думаю, на меня этот ноль никогда не давил, не давил, во-первых, даже, скажу так, даже никакого стимула не давал. Это, я понимал, что он рано или поздно улетит. Просто на тот бой, если сказать честно, я никогда не говорил об этом, не люблю ныть. Я не готовился особого стимула. Нету шанс, мне дали его, до него дали свирида. Я понимал, что бой будет тяжелый, готовился вовсю. У меня там почти каждую неделю слетали соперники, короче. Никакого стимула, настроя не было. Я в Таиланд ездил очень поздно, прилетел оттуда. Там болячку подкрутил, там что-то под кожей появилось, пришли что ли, короче. Из-за этого стимула никакого не было. Я не готовился. Если честно сказать, я не готовился. Так как даже такого... Я даже с соперника, когда мы выходили, а я его бои не смотрел, ничего не делал, я просто вышел, да, там, будь что-то будет. Он тоже не такой был. Если видели бой, он тоже не ударник, не борец, он никакой был. Я даже сам себе, можно сказать, в том бою проиграл. Я не готовился. Как бы ни стимула, ничего не было уже, надоело, да. Из-за этого, я думаю, сейчас, да, стимул есть, бой будет определенно очень тяжелым. Надо постараться любой ценой выиграть. Алексей, мы общаемся сейчас, да, и заметно, что поединок с тобой Байсангура явно так мотивирует. Для него это, можно сказать, одно из таких самых серьезных испытаний, может быть, в карьере. А насколько тебя этот поединок мотивирует? Насколько сам Байсангур мотивирует, да, вот, готовится? Ну, нисколько не меньше, чем его мотивирую я, так и у меня. Потому что, ну, я первое скажу, что касается по поводу наших рейтингов, да, допустим, в ACB на тот момент там конкуренция была гораздо, ну, больше, поэтому там 10-й, 5-й, там, 3-й, как бы тут, это номера ни о чем нам не говорят. Просто мы, я объективно смотрю, да, на вещи, ну, смотрел на его бои, на его физическую форму, поэтому я вижу, что у нас было абсолютно непредсказуемо, потому он интригующий, загадка, да, я могу ударить, он может ударить, он там справа может бить, я справа бью, там, у меня нокаутов больше 75%, у него тоже нокауты, поэтому базовый борец, ну, короче, это нельзя сказать, вот, допустим, если у меня был бой с Шамелем, да, там, когда человек, у него уровень борцовской техники на таком высоком уровне, там, сборной России был, я понимал, что там вольная борьба, она будет присутствовать и в очень большом количестве, и действительно, он как бы так навязал мне, вообще связал все, что у меня было, все мои плюсы мои убрал, поэтому здесь я могу, как бы, Валера, да, я думаю, что интересно будет, не будет такого, что, ну, как сказать, с большой долей вероятности не будет, там, быстрого такого, да, один раунд или, там, 30 секунд, или, да, у нас в любом случае завяжется противостояние, да, и посмотрим. Ну, я думаю, в первую очередь, от этого зритель должен выиграть, и уже не пообщавшись с вами еще больше предвкушает этот поединок, у нас остается ровно неделя вот до него, и будем надеяться, что вы оба блестяще к этому бою подойдете. Если состояние нормально будет, я думаю, будет классный бой. Да, потому что, ну, в первую очередь, опять-таки, это для зрителей, и мы будем надеяться, что... Мы не разочаруем. Да, вы нас не разочаруем. У меня бы из вас не победил. Установка такая, я вообще стараюсь редко разочаровывать, если мне только не завязывают меня там, поэтому... И, конечно же, опять-таки, мы желаем удачи. Самое главное, без травм, парни. Спасибо. Очень радует, что вот так вот уважительно друг вы относитесь. И, ну, вот перед тем, как попрощаться, хотелось бы, чтобы вот впервые в истории нашей программы, программы Спорт Тайм, мы вот такой старт-даун, раскручивая бой, раскручиваем нашу программу, провели. Прошу вас. Дорогие друзья, студия ЧКТРК «Грозный», лицом к лицу Байсангур Вахидов и Алексей Ефремов. Пожалуйста, старт-даун в исполнении парней. Все, пожалуйста. Все, ребята. В Гудермесе стартовало юношеское первенство республики по боксу. Это первый старт нынешнего сезона. Всего в борьбу за чемпионство уступило более ста мастеров кожаной перчатки с разных районов региона. Победители и финалисты автоматически получат право выступать на первенском СКФО, которое пройдет в конце февраля и в начале марта в Хасавюрте. В первый день прошли предварительные поединки. Еще в течение двух дней определялись финалисты, ну а решающие бои пройдут уже завтра. И обоих итогах мы вам расскажем в нашем следующем выпуске. Боксеры готовились. Это первый старт у них в этом году. Это первенство республики. Естественно, готовились у себя в залах. После республики первые, вторые номера пройдут сбор. Подготовка перед первенство СКФО. Республиканский турнир по дзюдо среди хафизов прошел в Центарое. Чтобы побороться за пальму первенства, сюда прибыли команды из шести учебных заведений. Встречи проходили в формате стенка на стенку. Сватки, как всегда, получились зрелищными и собрали на трибунах большое количество любителей спорта, среди которых и главный болельщик, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. В спортивном зале школы хафизов Центарое в этот день нет свободных мест. Участниками соревнований под дзюдо стали воспитанники всех школ хафизов республики. Состязания проходили по пяти весовым категориям от 36 до 58 килограммов. По традиции, в качестве самого почетного гостя приехал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, его советник, президент федерации дзюдо Васькафо Амрудей Адельгириев, президент федерации тяжелой атлетики Магомед Кадыров и другие ответственные лица. Открывая турнир в своем приветственном слове, Рамзан Кадыров отметил значимость таких соревнований и пожелал всем удачи в предстоящих поединках. Магомед Кадыров, президент федерации дзюдо спорта. Магомед Кадыров, президент федерации дзюдо спорта. Магомед Кадыров, президент федерации дзюдо спорта. На татами выходят сразу пять пар в соответствии с своим весовым категориям. Оценивают возможности ребят, судя международного класса. Ребята показывают хороший уровень борьбы. По организации наш турнир можно сравнить с большими международными турнирами. Очень серьезная организация, очень хороший состав ребят. С каждым годом ребятам показывают уровень тюдо. Многочисленные болельщики активно поддерживают своих спортсменов на протяжении всего турнира. Ежегодный турнир по тюдо среди шести школ хафизов собрал в этом году 30 участников. В зале очень шумно и по-спортивному накаленная атмосфера. Потому что соревнования проходят по олимпийской системе, на вылет. Каждое противостояние решающее и определяет выход в следующий круг. Соревнования проходят в Синтарое уже шестой год подряд. Зелем и Диригириев участвуют в этом турнире третий раз. Готовится к ним основательно и сегодняшний его успех не стал неожиданностью ни для кого. Зелем побеждает на этих соревнованиях не первый раз. Активная подготовка к состязаниям, говорит, не мешает его основным занятиям, потому что к ним хафизы относятся с особенной ответственностью. Зидос каждым годом становится все популярнее. Республики способствует укреплению здоровья молодых ребят и не противоречит канонам религии. Соревнования продлились несколько часов. В итоге упорной борьбы определились победители. Третье место в командном зачете разделили школы хафизов Урусмартана и Гудермеса. На втором – Аргунская школа. Ну а первое место досталось Центароевская школе хафизов. Победители получили из рук главы республики кубки, медали и почетные грамоты. Победители получили из рук главы республики кубки, медали и почетные грамоты. Амруды и Дельгири вручают памятные кубки к главе Чеченской республики Героя России Рамзану Ахматовичу Кадырову. Победители получили из рук главы республики Магомеду Ахматовичу Кадырову. Даже после вручения наград участники турнира долго не расходились. Каждый из них хотел сфотографироваться на память с Рамзаном Кадыровым и лично пообщаться с ним. Магомеду Ахматовичу Кадыровым и лично пообщаться с ним. На базе федерации тяжелой атлетики прошел Кубок Чеченской республики. Участие в нем принимают штангисты со всех районов сущных. Победа на этом соревновании дает право выступить на Кубке России. Поэтому конкуренция в каждом весе была максимально жесткая. Каждый спортсмен выкладывался на все 100%, чтобы показать свой максимум и взойти на высшем стуке. Учитывая спортивные и календарные мероприятия Министерства спорта России и Министерства спорта Чеченской республики, в том числе и Федерации тяжелой атлетики Чеченской республики, плановые отборочные мероприятия, которые в конце января пройдут в Старом Москве. Это первенство России среди юношей. Мы 4 января провели отборочные соревнования, отобрали туда ребят. И сейчас в Кубку России сегодня идет отбор на Кубок России. Чеченские спортсмены, братья Ахмедхановы, готовятся к дебюту в профессиональном боксе. Свой последний этап сборов Абдурахман и Абдурахим проведут на родине. Отметим, что их дебют запланирован на февраль. А вот их третий брат, Рукман, планирует продолжать карьеру борца. Для этого он даже перебрался в более тяжелую весовую категорию. На каждые новогодние каникулы семейства Ахмедхановых приезжают домой. Асламбек, глава семейства, в каждую ночь с 31 декабря на 1 января во дворе своего дома устраивает праздник для всех детишек села Гихи. Хотя приехать может любой желающий. Он также является большим фанатом спорта, и поэтому все его сыновья занимаются боксом и борьбой. Как отмечает Ахмедханов старший, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров создал все условия для достижения больших высот на спортивной арене. Трестеза села Гунижо. Шу канали непосредственно спортивной арене. Великой качи везде бухган, а потому что... Гунижо... Диеч бахдал спортивной арене, Милка, метки, дадача... Ваиспасмирш... Баузак божу. Латалечи. Шеет два штула, что великих була. Метки шоу. Пока дети рассказывали свои стихи Деду Морозу и получались за это подарки, сыновья Асламбека Ахмедханова уже думали о предстоящих поединках. Хотя все трое братья выступали на борцовском ковре и достигли неплохих результатов, сейчас Рахману и Рахиму предстоит защищать цвета клуба «Ахмат» уже на профессиональном боксерском ринге. Рахман вместе с тренерским штабом решили провести один из сборов в Приильбрусе. Бой будет ориентировочно в январе, числа 20-го. Бой пройдет в Москве. Соперник будет из Грузии. Соперник, честно сказать, очень хороший. У него четыре боя и все победы. Четыре победы. Я готовился в Москве, в ЦСКА. Были спарринги, да, три раза в неделю были спарринги. Сейчас приехали домой. Здесь тоже вот в клубе «Ахмат» у нас тренировали, занимались. Очень хорошие ребята там, можно с кем-то поспарринговаться. Ну, я думаю, нормально все будет, потому что опыт в боксе есть. На любительстве турнира выступали. Самый младший из братьев Рукман продолжает выступать в вольной борьбе. В прошлом году он перебрался в весовую категорию до 92 килограммов. И сразу же занял второе место. В этом году планирует выступить не хуже. Я готовлюсь по вольной борьбе. У меня сейчас после новогодних праздников будут соревнования. Опять будет чемпионат России, отбор на Европу. Ну, то есть на Европу и на мир. Смотря какое призовое место возьму. Или если золото, то на мир, если призовое, то на Европу. Вот, и ничего. Пока что такой сильной подготовки нет. Как сейчас в Москву вернусь, там буду уже подготавливаться, готовиться на этот турнир. Там надеемся на призовые места. Если будет ничего не хорошее, то на золотую медаль. Каждая победа братьев Ахмедханов в большой степени радует односельчан. И поэтому танцевать и веселиться они будут не меньше, чем в новогоднюю ночь при их успехе на спортивных аренах. И на этом у нас все. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Занимайтесь спортом и берегите себя. А так я решу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова